Быть богатым — это мечта большинства людей на планете. Ну, я так думаю. Но как же нам стать богатыми? Вот 10 законов богатства, которые помогут вам на пути к достижению этой цели. Поехали! Всем салют! Меня зовут Олег Никитин, и вы на канале No Limit Son. Он посвящен фрилансу, саморазвитию, технике и многому другому. Добро пожаловать! Итак, сегодня мы говорим про 10 законов, которые способствуют тому, чтобы мы стали богатыми во всех смыслах, не только финансово. Итак, первый закон — это закон подсознательных убеждений. Дело в том, что наша психологическая составляющая очень важна. И то, как мы себя оцениваем, то, как мы думаем, чего мы достойны, то мы и имеем. Вы скажете, да нет, это все пустые и простые слова. Ведь тугие кошельки набиваются просто незаконным путем, коррупция, взятки и так далее. А вы не смотрите в чужой кошелек. Вы просто делаете то, что нравится вам и то, что нужно вам. И тогда вы уже сможете понять, насколько вы с самим собой честны. Я не хочу становиться богатым нечестным путем. Я хочу достичь этого богатства в гармонии с самим собой. Второй закон — это закон всепоглощающего желания. Вы должны четко знать, чего вы хотите, и стремиться к этому. Цель при этом должна быть максимально конкретной. И еще важно помнить, что здесь нужно действовать максимально этично в интересах, в том числе и других людей, не идти по головам и не идти в ущерб себе. Все-таки здоровье, близкие, семья и честность должны быть на первом месте. И помните, что деньги не могут быть целью. Деньги — это только средство для достижения более глобальной и важной цели. Третье — закон ясности намерения. Конкретные деньги приходят под конкретную цель, поэтому чем четче и яснее вы ее для себя сформулируете, поймете, к какому сроку и какая сумма денег вам понадобится, тем больше вы сможете и быстрее заработать. Четвертое — закон упорства. Ни в коем случае не бросай что-то на полпути, не останавливайся перед препятствиями. Давайте вспомним простой пример, как малыш учится вставать и ходить. Он все время падает, но он все равно упорно встает и пробует еще. Снова встает, набирается опыта и пробует еще. Здесь все работает по точно такой же схеме. Пятое — закон веры. Чем больше вы верите в собственную неудачу, тем ближе она. Чем меньше вы уверены в себе, тем также ближе неудача. Как поверить в себя и как поверить в некую изобильность вселенной, да, в изобилие вселенной, что она даст нам то, что мы хотим и что мы просим? Для этого нужно просто посмотреть вокруг, удивиться или порадоваться простым вещам, например, красивой природе, улыбке ребенка, который мимо прошел с мамой за ручку или другим простым вещам и понять, что вот оно все около нас, по сути в наших руках. Номер 6. Закон продуманного плана. Хочешь достичь цели, так прострой хороший качественный план и ты будешь знать, сколько тебе нужно заработать денег, какому сроку и какие шаги нужно для этого предпринять. Подробнее о составлении планов у меня есть отдельный ролик, вот здесь будет ссылочка, обязательно перейдите и ознакомьтесь. Двигаемся дальше. Номер 7. Закон специальных знаний. Чтобы сохранить или приумножить капитал, конечно, мы должны разбираться и в финансовой грамотности, и знать законы, и обязательно понимать, как работает налоговая система. Но при этом всем не обязательно знать это все самому. Можно найти доверенное лицо или юриста, или консультанта, и он поможет вам сохранить время и четко и структурированно разобраться с этими вопросами. Номер 8. Закон контролируемых расходов. Степень богатства обычно определяется не тем, сколько человек зарабатывает, но тем, как хорошо он справляется со своими деньгами и распоряжается ими в целом. Поэтому очень важно знать, какая у вас есть доходная сумма, какую часть вы инвестируете, на какую часть вы будете жить, а в какой части вы будете работать, например, на финансовых рынках или еще каким-либо образом распорядитесь этими деньгами. Номер 9. Закон честности. Все ваши мысли и действия, само собой, подобны бумерангу. И если вы недобросовестно хотите заработать, то рано или поздно это вернется к вам в любом из проявлений, будь то здоровье, будь то финансовая часть, будь то друзья могут от вас отвернуться и так далее. Поэтому нужно в первую очередь быть честным с собой и с окружающими, и тогда у вас все получится. Номер 10. Закон благотворительности. Конечно, богатым людям присуща такая черта, как помогать окружающим. И вы не скупитесь на помощь. Это может быть не только финансовая поддержка. Вы можете делиться своим опытом, рассказывать людям на каких-то встречах о себе, о том, как вы прошли такой большой путь. Или вы можете действительно помочь финансу. Вообще у нас на Руси была такая вещь, как десятина, то есть одну десятую своего дохода отдавали на, ну, конечно, не сильно сказать, чтобы благотворительность, но это можно взять за основу и 10% своего дохода отдавать действительно на благотворительность. Здесь, как говорится, все up to you, то есть решать вам, но это один из законов, который приводит к богатству, как ни странно. Переходим к цитате выпуска. Нельзя гоняться за деньгами, нужно идти им навстречу. И вопрос выпуска. А какой из 10 законов вам ближе всего? Пожалуйста, напишите один или несколько в комментариях. С вами был Олег Никитин. И да, будем мы с вами все богаты во всех смыслах этого хорошего слова. Всего доброго, друзья. Спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры подогнали Симон.